Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте! У микрофона Меримас Аналы. Миграция в корне изменила ценности семьи и семейные отношения. Которые складывались издревле. Традиции – жить вместе, вместе растить и воспитывать детей. Можно сказать, что из-за безработицы уехавшие за границу молодые мужчины вынуждены оставлять своих молодых невест. Невесты из Баткена говорят, что в последнее время участились случаи, когда молодые люди, работающие в России, приезжают, наскоро женятся и оставляют невест своим родителям в качестве рабочей силы или машины для рождения потомков. Джипара вышла замуж 21 год и за 6 лет родила сына и дочь. За этот период в Суме вместе с мужем прожили лишь около года. Воспитание детей проходит, можно сказать, с помощью бабушек и дедушек. По словам Джипары, положение невест, таких как она, и так понятное. Другого выхода нет. Вот так и проходит вся жизнь. После того, как поженились, мы прожили вместе чуть более 6 месяцев. Потом он уехал в Россию. Я родила сына, он увидел малыша только когда ему было уже больше двух лет. И то он недолго пробыл с нами. Прожили вместе 2-3 месяца. Снова уехал на заработки. Потом у нас родилась дочь. Её тоже муж увидел, когда ей было уже больше двух лет. Теперь о моём положении, в котором я нахожусь, наверное, понятно. Как мы женились, прошло уже 6 лет. И среди них вместе прожили только около двух лет. Невозможно назвать такую жизнь хорошей. Какую-то странную жизнь проживаем. Живём вместе с родственниками мужа. С другой стороны, в семье кто-то должен зарабатывать на жизнь. Рассказывает она. На сегодняшний день в Баткене никто не удивляется. И это воспринимается как обычное дело, что уизменились семейные ценности. А супруги живут вдали друг от друга. В основные обязанности невест входят присмотр за родителями мужа. Своевременное приготовление еды для семьи. Стирка, уборка, ведение хозяйства. А также родить детей после того, как приезжает муж. Сама Джипара имеет высшее образование. По её словам, она вместе с детьми очень хочет, чтобы они вместе жили с папой. Но для реализации их пожеланий нет условий на сегодняшний день. Во-первых, было бы лучше, если бы муж не уезжал в Россию, а жил вместе с нами. Но в этом случае он останется без работы. У моего мужа диплома тоже нет. Хотя я и имею диплом, но это же не помогает решению проблемы. В этом случае я не знаю, как можно решить эту задачу. В любом случае, раз мы семья должны жить вместе. Разумеется, если супруги долгое время живут вдали друг от друга, их можно только формально назвать семьёй. Их трудно назвать мужем и женой. Когда супруги находятся на расстоянии, у них и чувства к друг другу угасают. Отношения тоже охлаждаются. Такое ощущение, что молодые супруги всё ещё не понимают, что такое семья и какая ответственность возложена на неё. Бурлай Джи недавно выдала свою 19-летнюю дочь за своего земляка, который имеет гражданство Российской Федерации. Сегодня она ходит и горюет от того, что её зять бросил заболевшую дочь. Она считает, что если со стороны государства не будут предприняты соответствующие меры и не будет ужесточено законодательство, положение невест таки останется в плачевном состоянии. Мой зять ходит в бегах в Москве. Как дочь чуть приболела, они не приезжают оттуда и не интересуются о её положении. Это бесчеловечно и антигуманно. У меня тоже внутри всё горит. Моя дочь была вместе с супругом в Москве. Когда она заболела, ей сделали неправильную операцию. Её одну посадили на самолёт и отправили домой. Это же безответственность по отношению к семье. Когда поженились, они официально не расписались и не получали свидетельства о браке. Я была уверена, что они всю жизнь проживут вместе. Зять перед женитьбой много не встречался с дочерью. Мы думали, что они нормально будут жить. Не думала, что вот так оставят её. Рассказывает Бурлайджи. Естественно, когда супруги живут в отдельности и вдали друг от друга, это хорошему не приводит. Полномочный представитель омбудсмена Кыргызской республики в Баткенской области Хайталы Акынов отмечает, что такая ситуация является преградой не только для укрепления семьи, но и является дополнительным фактором, причинам, имеющих место суицидов среди детей. Он считает, что проблема миграции, которая также оказывает своё отрицательное влияние на воспитание детей, не может решиться сегодня или завтра. Она требует длительного времени. Безусловно, для проживающих в такой ситуации в семье, сложившиеся условия оказывают очень отрицательное влияние. Раз мы говорим о семье, то с течением времени супруги должны становиться более близкими друг к другу, и семья должна укрепляться. Но в настоящее время из-за безработицы членов семьи супруги оказываются в разлуке. Долгое время находятся далеко друг от друга, что является преградой для укрепления семьи, что, собственно, отрицательное воздействие оказывает на воспитание детей. Сейчас мы уже чувствуем его результаты. Дети мигрантов, работающих за рубежом, получают недостаточно хорошее воспитание. Откуда появляются случаи, когда дети идут на суицид? Это в тех семьях, особенно молодых, где не все его члены вместе живут, где, к сожалению, бывают проблемы, решать которые зачастую им не под силу. К сожалению, на сегодня мы не можем сказать, когда мы можем искоренить причины, связанные с миграцией, которые оказали свое отрицательное влияние на традиционные устои и ценности семьи. Как считает полномочный представитель омбудсмена, пока в Кыргызстане не будет радикальных экономических изменений, каждый гражданин должен приложить все усилия к тому, чтобы с ответственностью относиться к своей семье, воспитанию детей в сложившихся условиях. Кто-то может спросить, есть ли выход из сложившей ситуации. К сожалению, другого пути пока нет. Разумеется, что государство, местная власть должны создавать рабочие места, должны предпринимать меры для улучшения ситуации, чем зарабатывать в России 30-40 тысяч рублей. Если здесь зарабатывать 20 тысяч сом, это будет намного выгоднее. Для создания рабочих мест можно использовать иностранные инвестиции. А для решения проблем, связанных с миграцией, необходимо, чтобы в экономике страны произошли радикальные изменения. Но этого не может произойти, по всей видимости, в скором времени. Дополнил он. Но времени мало для того, чтобы ждать, когда в стране произойдут экономические сдвиги. И семьи, особенно молодожены, начнут жить вместе. О том, какое отрицательное влияние оказывает миграция на детей и уехавшихся родителей, которые их оставили бабушкам и дедушкам, и так понятно. Сын мигрантов, уехавший на заработки в Россию по имени Расул, несмотря на то, что сейчас летние каникулы, продолжает присматривать за хозяйством родственников. Кормит скот, работает на поле. А родители, которые должны позаботиться об образовании и о достойном воспитании, его отдыхе во время летних каникул, вынуждены быть на заработках за рубежом. Учись в шестом классе, родители уехали в Новосибирск, а я живу у сына моего дедушки. Родители иногда присылают деньги, разговариваем иногда по телефону. Я помогаю сыну моего дедушки, присматриваю за скотом, на поле работаем. Говорит Расул. В последнее время стало заметно, как дети мигрантов, оставшихся без родительского присмотра, легко могут оказываться в кругу преступных групп. Среди подростков увеличивается рост числа преступлений. Если в 2013 году их количество составляло 29 человек, то в прошлом году составило уже 38. Среди них большинство – это те, у которых родители находятся на заработках в разных странах. Руководитель отдела общественной безопасности Оржского областного управления внутренних дел Ханебек Кудайбердиев отмечает, что дети мигрантов, оставшиеся без родительского присмотра, на попечение дедушек, бабушек или родственников создают дополнительную нагрузку для учителей в школах и для инспекторов, работающих с несовершеннолетними. По сравнению с 2013 годом, в прошлом году преступление среди несовершеннолетних было загестировано на 4 раза больше. Количество несовершеннолетних, принимающих участие в преступных действиях, также выросло. Одной из основных причин такой ситуации является то, что их родители находятся на заработках, а дети остаются без их присмотра. В Баткенской области на сегодняшний день насчитывается 12 240 детей и подростков, родители которых уехали в Россию. Все они живут у родственников. Среди них в прошлом году 20 детей не пошли в школу. Наши сотрудники поработали индивидуально с каждым из них, и они стали поищать школу. Рассказал он. Но есть и положительные стороны миграции. Но все же можно сказать, что ее отрицательное влияние на семейные устои, на подрастающее поколение намного больше. Отец, который после женитьбы, немного прожив с невестой, уезжает на заработки, очень изредка видит своих детей, остается только биологическим отцом. Он не может быть рядом с детьми, дать им отцовское воспитание. Он также редко видит и живет со своей супругой. И может появиться вопрос, насколько он вообще хорошо знает ее, свою супругу. Остается весна злободневным вопросом. Как такие семьи и дети, выросшие в таких семьях, могут в будущем строить полноценную семью? Материал специально для IWPR подготовил Дженни Шайдаров. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.